Музыка Такая яркая и зажигательная атмосфера царила в Бресском общественно-культурном центре во время областного этапа республиканского конкурса «Студент года 2022», в котором приняли участие 8 лучших студентов высших учебных заведений нашей страны. Его организаторы приложили все усилия для того, чтобы мероприятие получилось ярким и запоминающимся. С каждым годом интерес студентов к национальному конкурсу «Студент года» все выше и выше. Это не может не радовать. В этом году уже, скажем так, по сводным данным, конкурс привлек более полторы тысячи студентов. И, ну, то есть цифры говорят сами за себя. Очень круто, что уровень организации этого конкурса растет, что каждый регион стремится сделать его ярче, интересней, насыщенней. Несколько лет назад мы внедрили новые технологии, и студенты. Это превратилось, скажем так, из конкурса абсолютного. Это стало какой-то образовательной программой. Конкурс «Студент года» для нас это значимое событие, потому что студенческая молодежь, она самая пытливая, самая интересующаяся и самая талантливая. Поэтому отрадно, что в нем приняли участие все вузы нашей Брещины, а это сильные вузы. Хочется сказать, что по два победителя вузовского этапа сегодня соревнуются за право принять участие в республиканском конкурсе. Хочется сказать, что в нашей Брестской областной организации есть хорошие традиции побеждать на республике. Мы заряжены только на победу. Конкурс такой для нас очень значимый, очень ответственный. Все заряжены на борьбу, потому что уже вчера мы встречались со студентами, мы работаем с ними на протяжении двух дней, репетировали, общались в формате открытого диалога. Здорово, что ребята очень пытливые, очень разносторонние, очень талантливые, потому что они принимают участие не только в этом проекте. Здорово, что ребята, они разносторонне развитые, не только в учебе, потому что у нас допускаются студенты, у которых средний балл не ниже восьми. Но участники конкурса доказали, что могут быть отличниками не только в учебе, но и добиваться прекрасных результатов в различных сферах деятельности. И выступления на сцене отнюдь не исключение. Презентации, интеллектуальные, творческие и другие конкурсы помогли раскрыть многогранную личность студентов и их потенциал. Я представляла свой авторский социальный проект, который называется «Вместе за безопасность». Я работаю, сотрудничаю с Министерством по чрезвычайным ситуациям и планирую создание на базе университета студенческого отряда «Юный спасатель». Это очень классный конкурс, реально крутой проект, который обязан быть в республике у нас, потому что студенты должны не только хорошо учиться, не только заниматься научной работой, но активно вести творческую жизнь, активно участвовать в проектах именно Белорусского Республиканского Союза Молодежи, потому что это действительно важно и это действительно круто, когда потом наши студенты работают в том же Белорусском Республиканском Союзе Молодежи и представляют нашу республику уже на международном уровне. Я представляла проект «Это Республиканские студенческие дни в городе Бресте. Я Белоруссии дорожу, я в ней живу, я здесь учусь» или «Молодежный воркшоп», которые приурочены к Дню Народного Единства. Только в этом году он у нас проходил впервые, в следующем году у нас будет проходить следующее, оно будет ежегодно теперь, и мы просто меняли концепцию воркшопов, потому что в этом году тема студента года – это 60-летие белорусских студенческих отрядов. Это очень волнительно, ведь каждое такое мероприятие заряжает энергией, начинает вдохновлять тебя на много новых побед. Несмотря на серьезную конкуренцию, участники действительно достойно держались на сцене. Им удалось преодолеть волнение и отлично справиться с заданиями. Перед началом конкурсной программы студенты поделились своими эмоциями и впечатлениями. Я не ожидала, наверное, такого масштаба. Если честно, не помню, когда в таком огромном мероприятии участвовала, может, даже в школе. Когда ты понимаешь, что ты находишься в такой, наверное, развитой обстановке, где каждый представляет из себя личность, это очень вдохновляет. Участие в студенте года для меня – это был какой-то новый этап в жизни. Это буря эмоций, это постоянная поддержка, за что я благодарна всей своей группе и студенческого совета, и своего творческого коллектива хореографического под названием «Стенд-Аут». Большое им спасибо. И, естественно, был проложен такой путь к этому залу. И сделано немало. Мы очень старались. Несмотря на то, что каждый из участников постарался достойно представить свое учебное заведение, в результате почетное первое место завоевала студентка четвертого курса лингвистического факультета Барановичского государственного университета Валерия Бурли. Поздравляем победительницу с победой и желаем ей представить нашу страну на республиканском этапе.